Инфляция в Приволжском федеральном округе в июле была ниже общероссийской. В целом по округу она увеличилась до 8,9%, в то время как по стране – до 9,1%. Основной причиной роста годовой инфляции стала индексация коммунальных тарифов. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 8,2%. Она оставалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в России в целом. К повышению инфляции в регионе привёл рост тарифов на коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте. В то же время ряд факторов сдерживал ускорение инфляции. Так, благодаря укреплению рубля снизились затраты поставщиков импортных товаров. Поэтому, например, некоторые фрукты и цифровая техника дрожали медленнее в годовом выражении. Замедлился рост цен на телевизоры, а цены на ноутбуки и планшеты снизились после роста месяцем ранее. Выросло производство свинины и поставки импортных яиц. Предложение этих продуктов увеличилось. Поэтому рост цен на этот вид мяса и яйца замедлился. Если говорить о регионах Приворского федерального округа, то в 11 из 14 регионов инфляция возросла, в двух осталась неизменной, а ещё в одном снизилась. Единственным таким регионом стала республика Чувашия. Там значительно замедлился годовой рост цен на огурцы и помидоры. Самый низкий уровень инфляции в Приворском федеральном округе сложился в республике Мордовия. Там за последние 12 месяцев меньше всего выросли цены на продовольственные товары. Цель по инфляции для страны составляет вблизи 4% в год. Согласно прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики, в 2024 году годовая инфляция снизится до 6,5-7%, в 2025 году до 4-4,5% и затем будет находиться вблизи 4%.